Как кризис 2020 отразился на вашем бизнесе? У нас были очень серьезные передряги. В один прекрасный момент начинает сжать машину бешеный нос. Дно производства сгорело. Я решил разбавить выпуски. Мы из гаража выросли до сегодняшнего уровня. У нас полный цикл производства. Сейчас посмотрим, что там пришло наше. Зиме отдадим. Зиме не надо. Сейчас мы едем в другое место. Он нам покажет именно баню на колесе. Алиса, выключи свет. Многим интересно, сколько такая работа будет стоить. Вот это больше, чем просто производство. Если сильно чего-то захотеть, этого можно добиться. Ребят, привет. Вы на канале Мульчер Эксперта. С вами я, Антон Хатунцев. Я решил немножко разбавить все наши эти выпуски. Трактора, механизмы, сельхозполя. Вот, видите, ей нравится эта идея. Я решил разбавить немножко другим форматом и начать снимать интервью, подкасты, экскурсии по бизнесу. В обсложности, тупиковые ситуации. Сейчас мы едем в гости к одному человеку, который является партнером моего товарища Артура. Они, значит, занимаются бизнесом, о котором вы узнаете дальше. Артур, он из группы «Бизнес-Отдых», которую создал я уже несколько лет. И в этой группе, значит, состоят предприниматели, топовые предприниматели, которых я собирал с разных обучающих курсов личностного роста, бизнес-курсов. И собирал всех этих ребят в чат. Мы вместе путешествуем, отдыхаем, устраиваем курсовки. И сейчас, после пандемии, как-то у нас такие встречи были вообще, ну, их не было, можно так сказать. И начинаем опять раскачивать эту группу. И сейчас я еду на первую встречу. В Ките выехали из Москвы. Погода вообще шикарная. Плюс 35, солнышко светит. Выехали немножко об область, в Истринский район. И тут уже такой маленький смерч на асфальте вращается. Пыль подымается и темное-темное небо. Ну что, погода вообще, глянь, шепчет. Ливень ливанул, выезжал, шорты специально надел, жарко. Хорошо. Сегодня познакомимся с предпринимателем. Позадаем ему вопросы интересные. Поехали на место, ждем здесь во дворе. Теперь же BlackBowl, но здесь стоит Белый Infinity. Ребята, скажите, пожалуйста, какого формата вы хотели бы видеть больше видео? Это рабочие процессы, это обзор спецтехники, это интервью с бизнесменами, это экскурсия по бизнесу. Возможности очень много, друзей очень много. Разного формата могу делать видосы. Вот напишите в комментариях, для меня это очень важно. Сейчас определяюсь над концепцией видео, YouTube канала именно этого немножко сделать более таким движниковым и более полезным для того, чтобы привлечь больше аудитории разного формата. Пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте колокольчик, рекомендуйте этот канал своим друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи о себе. Вот знаешь, интересно узнать, ты у нас бизнесмен, такой топовый, крутой, и вот интересно узнать твой путь. Как ты вообще пришел к тому, что сейчас есть? Ну, ремарка. До топового, крутого еще далеко. Я с Башкирии, родился в городе Уфа, переехал в город Ноябрь сразу, это Ямало-Ниньский автономный округ. У меня родители нефтяники, отец нефтяник, мама учитель. Всю жизнь хотел стать нефтяником, и я им стал. И до сих пор у нас есть нефтяной бизнес. Я закончил нефтяной университет, два факультета, один разработка и эксплуатация нефтяных и газов, месторождение, второй MBA в нефтегазе. Далее переехал в Москву, и начал здесь работать по нефтяной промышленности. Занимался за границей, очень крупные проекты за границей. Вели мы с моими партнерами, до сих пор ведем. И потом потихоньку перешел в проект с футраками, проинвестировал в это направление деньги, и начал это развивать. Достаточно интересный бизнес. А сколько лет ты в Москве уже живешь? 11. До футраков нефтяной бизнес конкретнее, более так, расстроить, что именно, чем ты занимался? Ты занимаешься? Нефтяной бизнес сейчас заключается у меня в том, что мы разработали совсем новый вид привода для штангового глубинного насоса, станок-качалку, только это аналог, он идет, реечный привод, и станция управления к нему. То есть на 14 тонн, 4 метра длина хода, 6 ходов в минуту. Если сравнить просто банально, станок-качалка на 14 тонн, она будет где-то с 12 этажку, то есть 9-ти, с 12 этажку. В нашем случае она вот здесь вот стоит, мы потом пройдемся, покажу это в два этажа такое, сооружение не такое металлоемкое, и у него много функционала. Эдем мы сейчас разработали, мы стали резидентами Сколково с этим продуктом, сейчас начинаем опытно-промысловое испытание, это то, что мы сейчас делаем. Также параллельно у нас есть небольшие проекты за границей, это остатки от тех проектов, которые мы раньше масштабно вели, это вывод российских компаний за рубеж. А по нефтянке сейчас, кто твои партнеры, с кем вы работаете? Поставки API будут в Роснефть. Мы с нефтянкой сейчас работаем, с нашими футраками тоже, мы делаем АЗС для них, и сегодня вот у нас очень много было переговоров тоже с одной из крупных нефтяной компаний, мы поставляем им достаточно большое количество, а по загранице, вот у нас проекты в Казахстане есть хорошие, мы там заводы строили, сейчас их обслуживаем, поставляем туда запчасти. А еще какие-нибудь бизнесы, пожалуйста? Нет. Опыт, только именно в этом, да? Да, я и от нефтянки особо не хотел отвлекаться, потому что в этой сфере специализировался, но так случайно получилось. Как получилось, что футраки появились? Да, ну как-то совершенно случайно, проинвестировал деньги, а потом бегаешь и думаешь, как же вернуть инвестиции, вот и все. Вот именно более подробнее расскажу, интересно, как это приходит, вы говорите, дай денег, давай строим футраки, как это вообще появилась смысл такая? Идея была, что у нас условно есть какие-то наработки, в итоге у нас ничего не было, ни чертежей, ни матриц, ни дизайна, ни сайта, и в итоге потихоньку, как каша из топора мы начали подкидывать, подкидывать, а в итоге уже много инвестиций было в эту отрасль сделано, я уже в ней разобрался, стал специалистом, и отрасль интересная, и начал ее развивать. А помимо вас занимается кто-нибудь сутраком в России? Да. Зима, то есть не одни получается? Да. Большой, большой игрок на этом рынке, группа ГАЗ, они делают на авто, и их доработчики. А по футракам, что именно? Вот я смотрю, сейчас мы выходим, кстати, зашел, я не понял. Это один из вариантов футрака, здесь 21 квадратный метр, далее сюда будут установлены печи, здесь будут тандыры и мангалы, это едет в Узбекистан, там в углу у нас большая морозильная камера нашего производства, и кладовка. А какие еще будут? Они все разные, все разные, мы делаем и 10 квадратных метров, и 21, и на пневмоподвеске опускающейся, мы тоже ее сами разработали, делаем с угольными мангалами, делаем офисы мобильные, делаем салоны красоты, делаем крио-камеры, домино 165 градусов, бани на колесах, дома на колесах, очень много вариантов мобильного бизнеса на колесах, ну и не только бизнес, это трейлеры для отдыха. Рафаэл, как часто ты сталкиваешься со стрессовыми ситуациями? Должно быть понимание стресса, что для кого-то... Для кого-то стресс, для кого-то ну стресс. Ну, платки ситуации, когда хочется все бросить, ну, послать, махнуть рукой и заниматься тем, чем ты изначально занимался. Нет, такого не бывает. Это все контролируемо, прогнозируемо, даже если что-то... У нас были очень серьезные передряги, достаточно серьезные. Расскажи, интересно, какие-то идеи. Например? Ну, производство сгорело полностью. Здесь, в Москве? Очень много сгорелок у траков чужих. И склад мы как раз закупились, то есть мы там ушли в большой минус, и нам нужно было восстанавливать все за свой счет. Всем те футраки, там много было готовых уже. Плюс у нас... Одно это было? Нет, буквально вот недавно. Тоже одно из интервью было. На Вестях я разговаривал с Сатановским, как раз вышел с интервью, мне звонят, говорят, это у нас цель, говорит. И какая у тебя первая реакция? Ну, лишь бы никто не пострадал. Первая реакция. И все потом... А потом там дальше, ну, уже строишь план, как выходить с этой ситуацией, чтобы это было с минимальными потерями. Спорт. Снимаешься спортом? Я раньше очень много уделял внимания спорту. Это больше просто физические нагрузки для себя и так далее. Сейчас я просто бегаю и в свободное время там стараюсь совмещать это как-то с детьми, чтобы держать себя в форме. Времени нет на какие-то секции ходить и так далее. Я, когда появляюсь, какое-то свободное время, трачу больше на бизнес. А сколько времени у тебя, допустим, в день уходит на бизнес? Бой, рабочий день. У вас что сказать? Нет. Он у меня всегда разный. И такого нету, что он постоянный. Мы строим компанию, развиваемся. Нам 4 года. Мы из гаража выросли до сегодняшнего уровня. У нас много направлений. Мы сейчас довели производство наконец-то там со всякими до 20 футраков в месяц. И так как они разные комплектации, сейчас дооснащаем, чтобы у нас все было автоматизировано, какую-то стабильность приводим. И при этом растем в разные направления по домам на колесах вот эти вот все. И выходим на иностранные рынки. Так как и там временной режим другой, и у меня супруга со мной работает, в итоге идет такой нон-стоп работа. Вот мы, допустим, вчера с детьми мы решили погулять в парке Горького. Мы поехали в парк Горького гулять. Я осуществлял монтаж футрака, мои дети катались на скейте рядом, гуляли. При этом я показывал, вот смотрите, тут интересный проект, там показывал. Там супруга, параллельно там тоже с кем-то из моих коллег там разговаривал по какие-то направления внутри компании, по структуре. И оно как-то вот все идет перемешиваю. Просто у нас уже бизнес, можно сказать, перемешался с жизнью, и мы вроде и работаем, вроде и не работаем, просто живем. Вот это больше, чем просто производство. Мы на сегодняшний день, когда говорим про футраки, этого рынка нету как такового. То есть мы дошли до этого объема продаж за счет определенного развития этой общей в общем сферы. У нас в итоге появилось сообщество «Еда на колесах». Я не говорю, что оно какое-то крупное, там как Харли Дэвидсон и так далее, но оно определенное сообщество владельцев футраков. И мы все сегодня в какой-то степени занимаемся развитием этой культуры передвижной мобильного бизнеса. Сегодня закон о выездной торговле так и не вышел, хотя он там 4 года лежит в Госдуме. У нас идут постоянные общения с сенаторами, Российской Федерации. Это те, кто у нас притормозил как раз закон с Министерством торговли, с местными муниципальными властями, с региональными властями. Допустим, вчера Санкт-Петербург сказал футраком быть, допустим, после определенных переговоров. Мы также партнеры Федерации рестораторов, ательеров входим туда в состав с руководством Москвы. Это большое течение, которое мы пытаемся развить, чтобы оно в России начало работать. Тупо, чтобы у нас было производство футраков, это совсем неинтересный бизнес. Интересно сделать более глобальное на уровне России и стран СНГ, и дальше как российский производитель выйти хорошо на европейский рынок. Мы на Ближнем Востоке работаем и с этими направлениями работать. У нас сегодня не развит туризм домов на колесах. Если взять, поехать, да, есть маршруты, но это все пока не масштабно, как это сделано давно и работает в Европе. А это очень интересное направление, еще в связи с тем, что границы сейчас закрыты и курс доллара вырос. Это очень перспективное направление рабочее, которое пора давно было развивать. Он собирается из комплектующих в процентном соотношении российские комплектующие и иностранные комплектующие. 70 на 30. Можно сказать, что почти 100% российское полноте все. Что-то взаимозаменяемое, что-то подбирается, потихонечку делается. Ясно. Вот смотрите, сейчас вы продаете футраки, вам пользователи этих футраков дают обратную связь? Допустим, доработать надо какие-то моменты вылазят, может быть, где-то что-то неудобное, неудобство, какие-то поспецтехники постоянно. Вот для этого у нас есть сообщество, у нас есть сервис очень отлаженный, статистика по сервису есть. В моменте проработки мы уже сразу говорим, что, допустим, вот этот доп. опций тебе не нужна. Она как бы у нас есть, некоторые ее иногда берут, но она тебе не нужна. Вот здесь у нас уже целый список, книжечка этих доп. опций от мышей, допустим, вытяжки с приточкой подогреваемой, там холодильники такие-сякие, витринные, там вот с пневмоподвеской, без пневмоподвески. И это все у нас родилось только за счет того, от отзывов клиентов. Так как я все-таки нефтяник, я в этой области вообще не понимаю, дома максимум готовлю яичницу. Вот у нас недавно, с полгода появился специалист в этой области, у нас главный технолог Blackstar Burger к нам перешел на работу, который развивал им всю сеть, именно кухни ставил. Теперь, да, мы более компетентны и можем прям что-то конкретно предложить заказчику. А раньше мы, наоборот, слушали, ну вы, вы как бы в этой отрасли более, ну, лучше специалисты, чем мы, мы лучше послушаем, как вам надо и делаем. У нас, можно сказать, большое ателье, у нас нет стандартного вагона. Это из-за этого же и проблемы на производстве, то, что мы не можем быстро делать какой-то вагон и там их шаблонировать. Но, с другой стороны, клиенты ориентированы. А домики на колесах есть готовые здесь на территории? Нет, есть на 70% готовые, сейчас покажу. Нет, мне, почему-то, мне интересно, то, что у меня бригада работает, допустим, вручные, те, которые линии электропилач выпиливают, и бывает, мы работаем в таких удаленных местах, до жилья и ехать далеко, и бывает, снимаем в аренду берем на неделю на две домики на колесах, но они старые 80-х годов, иностранные. И, кстати, я вот так присматриваюсь, думаю, блин, можно тут этот дом заказать, такой сделать для бригад выездных, да, уже укомплектованной душевой кабиной, туалетом, кухней и с мобильной шампи. Мы еще актуальны мобильный офис поставим для переговоров. Мы тоже, сколько я строительства объектов в степях делал, одно дело там в контейнере, мы там все собираем, другое дело, это какой-то, вот такой уже более комфортабельный. Вот мы недавно поставили в Газпром нефть передвижной футрак с кухней внутри, ну, именно с посадкой внутри. Примерно такой же, то есть, в этой части идет готовка, а в этой части посадка. Там все-таки до минус 30-40 доходят, чтобы ты иногда мог зайти внутри комфортно поглушить отдельно, чем от бытовой столовой, когда там приезжает VIP-руководство. Звоню сейчас Лехе, который ремонтирует двигатель на моем бегемоте Infiniti QX80. У меня хакнулся движок, и мне сейчас растачивают блок, меняют полностью поршневую, и мне будет новый прокачанный движка. Сейчас мы позвоним, узнаем, как движуха, тачку еще не сделали, вообще можно заехать, посмотреть, что там у нас происходит, на какой стадии, и когда мне отдадут машину. Леха, привет! Данто, привет! Заехать хотел, посмотреть, что там с движком, и поснимать, как раз, и расскажешь. Все, без проблем, приезжай, все, двигаемся к тебе, через час будем на месте. Так, ребята, сейчас едем в гараж, моему товарищу Алексею. Он делает двигатель у Infiniti QX80. Это мой автомобиль. Этому автомобилю сейчас в июле уже ровно два года, как я его купил. Ну, давайте предысторию расскажу. Купил я его с пробегом 54 тысячи километров. Отъездил я на нем ровно 151 тысячи. Вот, и, значит, появился звук в двигателе. Ну, такое ощущение, что двигатель просто троит, дергается, загорелся, значок инжектора. Обратился к Алексею, отправил машину на диагностику. В итоге, значит, Алексей мне отзвонился и сказал, Антон, у тебя в двигателе металлическая стружка. Стерлись вкладыши. и предварительная стоимость ремонта 240 тысяч рублей. Может быть, будет плюсом, может быть, будет минусом. Я в эти подробности не отдавался. Двигатель ремонтируется, значит, полностью капитальный ремонт двигателя решили сделать. Так как я езжу очень много на дальнее расстояние, а Infiniti, у меня повседневный такой автомобиль рабочий, я и по полям езжу, на встрече, на дальнее расстояние. Мне нужно, чтобы этот автомобиль был в идеальном исправном состоянии. Сейчас мы поедем, посмотрим, что с движком, когда мы его отремонтируем, когда мне эту машину отдадут. И Алексей, в принципе, он расскажет более подробно, детально, почему мы сделали, делаем капремонт, почему нельзя было другими методами, как можно было дешевле обойтись, не обойтись. Сейчас придем на место и все посмотрим. и нам пока что расскажет. Погнали! Приехали! Посмотрим, что там с движком с нашим. Я вообще рассказал такую историю по машине чуть-чуть. Была ошибка по катализатору по правой голове. Мы с тобой приняли решение, что мы выбираем тотализаторы. Когда сняли тотализаторы, не увидели на левой голове, что их там нету, там уже были пустые. Я предполагаю, что, скорее всего, как и на этом моторе, та же самая песня, все происходит примерно вот так. В один прекрасный момент начинает сжать машину бешеного масла. Почему она его начинает сжать? Происходит пробу зажигания. Вот свеча, вот рабочая, видишь, она имеет такую белесую налетку. А вот есть такая свеча, вот она черная. Это значит, что топливо там не сгорало. Но клапаны же работают, мотор работает, то есть все остальное крутится. То есть в одном цилиндре нет сгорания, но в трех остальных это сгорание есть. Дальше этот бензин куда попадает? Он попадает в охлопной коллектор, и из охлопного коллектора он попадает в катализатор. Катализатор от этого оплавляется и начинает разрушаться. Когда ты едешь на четырехцилиндровом моторе, на разрушенном катализаторе, ты ехать практически не можешь, потому что он дышит очень плохо, и он в углов нет происходит. Не хватает. Да, ему просто-напросто не хватает мощности. А когда ты едешь на восьмицилиндровом или на шестицилиндровом, все-таки запас мощности больше, и цикл, рабочий цикл становится меньше. То есть ты 360 градусов, то есть делится на количество цилиндров. То есть, грубо говоря, вот Махави, и каждый из цилиндров создает угловое ускорение. На твоем, то есть если на четырехцилиндровом это 90 градусов, то на твоем это 45. Ну, понял, да? Круг раздели на количество цилиндров, и у тебя получится угловое ускорение. Соответственно, в одном не работает, но семь остальных его толкают. То есть, ну, это все равно, что ты педалькой на велосипеде, да, вроде как, крутишь, но чуть с перерывом, она все равно поедет, потому что имя с тобой другая. И это топливо начинает разрушать катализатор, катализатор попадает, и дальше он работает как абразив. Он натирает стенку цилиндра до такой степени, что вот здесь возникает ступенька. Ну, этот уже тоже блок обработанный, то есть, поэтому... Это не мой, это чужой. Да, это чужой. Ну, просто такой уже он закрыт, но фотографии есть, а потом все это скину, покажу. То есть, вот эти вот насечки вот на цилиндре, она называется хоном. Для чего они нужны? Вон, внизу стоят масляные форсуночки, у тебя точно такие же. Масло попадает на стенку цилиндра, соответственно, смазывая поршень и обеспечивая плавность хода. Но оно, если будет совсем гладко, ему держаться не за что будет. Помнишь, как реклама Шелла, или чего там она была, когда эти маленькие капельки держатся за стенку? Вот они держатся как раз за эти риски. Но когда у тебя туда попала крошка катализатора, она его натирает, и те фотографии, которые я тебе присылал, у тебя по левой голове все черное, как вот та свеча, а по правой голове все было бело. Поэтому вот эти все моменты возникли, и одна из голов у тебя отказалась работать именно так. Я сейчас даже фотографию покажу сейчас. Да, вот видишь, вот они рабочие, вот они светлые клапаны, это рабочие клапаны, а вот вторую покажи, где они черные. Вот, видишь, видишь, они все черные. Ну вот то же самое с твоими свечами, то есть вот точно так же он работал. То есть одна из голов работать отказывалась нахуй. Поэтому, что мы сделали? Мы поставили ремонтный поршень. Ремонтный поршень, он на 0,5 мм толще, ну, соответственно, в диаметре, да, то есть если ты возьмешь шувак номинального, сравнишь, да, он будет на 0,5 мм толще. Мы же его просто туда засунуть не можем, там подгонка очень как бы, ну, минимальная. Соответственно, расточили цилиндры, точно так же отконинговали, навели на нем фону, поставили ремонтные кольца, ремонтные поршни. Так как мотор не стучал, то коленвал мы не трогали. Коленвал остался весь в номинале, и шатунные, и коренные вкладыши, все это осталось номинально. У нас несколько производственных площадок, общая площадь 4 тысячи квадратных метров, общая численность персонала где-то 100 человек, потому что мы на прошлой неделе еще где-то 20 взяли на работу, я сейчас примерно говорю 100 с мелочью. Сейчас в 15 минутах отсюда у нас производство там вот 1800 квадратных, и здесь 2200. Мы здесь построили общежитие, офисное здание с той стороны. Здесь вот у нас получается основное производство. По моделям у нас есть несколько разных моделей. Есть стеклопластика модель, это вот 19 квадратных метров. Делаем вот крупным сетям, у нас 10 франшиз примерно представлены, там Blackstar Burger, Burger Club, Пицца Фабрика, Ши Суши, Том Ям, Кофикс, Правда Кофи и так далее. И сейчас мы пойдем, я покажу еще из композита. У нас полный цикл производства, получается, сварки рам. Вот это варится вендинговый тракопс. Это такой будет квадратный, он вообще без людей. Там одни вендинговые автоматы, и оплата происходит тоже бесконтактная. Шесть вендинговых автоматов, он с генератором будет абсолютно автономный. Оси, как вы видите, немецкие стоят, это ведущий производитель. Отдельно участок аргона у нас, наверху у нас сборка холодильников, мы сами производим холодильное оборудование. Также мы отдельно еще производим такие шлюзы, блоки дезинфекции. Ты проходишь, обрабатываешь руки, замеряешь температуру, и здесь такой идет туман для обеззаразования. Мы вот КЦ европейский поставили, Фуд-Сити, и много больниц по Москве, Московской области и в регионах. Мы совместно с компанией НПФ Пакер вместе производим вот такие шлюзы. По сборке он делается из стеклопластика, мы совместно, мы резиденты Сколково и по футракам разработали на 100 градусов рецептуру, увеличили толщину. В специальных камерах закаливаем через отгрузку на 100 градусов. Вот к этому можно вагону подойти, он идет помельче, с одним окном. Здесь что интересно, получается, покраска идет полностью автомобильная, три слоя лака с добавлением ксералик, он весь так переливается. Здесь сборка, тут откидные полки, все внутри из пищевой нержавейки, утеплитель идет базальтовый, и вот этот, получается, стеклопластик. Это стеклопластик, случайно, не техно, не коль? Да, техно, не коль, да. В поздней стадии готовность, получается, один из футраков. Мы отливаем диски тоже наши, вот это, получается, пневмосистема, он поднимается, опускает. Он уезжает у нас в Крым завтра. Да. Вот это Магадан уезжает. Вот черный, это папа жарит мясо, Сергей Жуков, это на углях. Он уезжает у нас куда-то в Москве. Вот это парь Горького, 12 футраков для Васильчуков, такой большой проект, рестропаркинг. Это новый проект, единственный в России, который сегодня будет такой представлен, в таком роде. Вот, получается, у нас идет, украли, был дом на колесах здесь, вон он туда переехал. Ладно, давайте вот этот покажу. Вот это один из проектов для Васильчуков. Вот он сегодня у нас уедет в парь Горького. Вот он так потихонечку собирается. Встраиваемая техника, ну так же и герзавейки, все, кондиционеры. Это будет паста. Вот это интересный проект, тоже в парь Горького. Это уже будет бургерная. Ребята молодцы, они сейчас сделали несколько разных концепций, и все получаются индивидуальные абсолютно. Интересная система, вытяжная система, то есть мы здесь готовим на углях полностью. У нас это уголь с жиром идет в вытяжную систему. Дальше у нас стоит гидрофильтрация. После гидрофильтрации по системе трубопроводов это все попадает в электростатическую механическую установку. Проходит через эти трубы, сюда опускается большой заряд электроэнергии, потом разряжается, в итоге выходит чистый воздух на улице. Можно в помещении готовить на огне с большим количеством жира, и будет у тебя чистый воздух выходить наружу. Получается, можно на выставках, да? Да, да. В помещениях закрытых. Да, да, да. Мы на выставках работаем вот с такими установками с огнем. И это очень зрелищно и вкусно. Вот у нас несколько малярных камер. Здесь у нас кислотка и раптор чувствуются, да? А здесь вот подготовка идет. Вот это дом на колесах. Здесь вот сюда лыжи вставляются. Здесь уже другая система утепления идет. Тут уже идет у нас Роспанель. Панели они специально под нас закатывают, под нашу сферу. Там греющий кабель. Здесь у нас привод идет. открывающаяся, закрывающаяся дверь. Здесь получается диванная зона. Опускается стол, превращается в кровать. кухня пошла. Здесь получается туалет. Душ, туалет, стиральная машина, раковина, туалет, крематорий. Шесть человек может в течение недели туда ходить. Получится такой стаканчик пепла, который можно потом в горшок цветов высыпать и все. то есть не надо заморачиваться. Это стекло. Ты нажал, оно затемнилось. Здесь внизу система воды на полтонны воды там примерно. Электроклапанная переливная система с учетом того, чтобы во время движения у нас не взбалтывало вагон. Все окна с приводами. Здесь получается лучки с датчиком дождя автоматически на приточно-вытяжную систему. Здесь большая кровать будет и телевизор 21 квадратный метр. Кондиционер здесь наверху, теплые полы, теплые стены. Сколько колесок стоить будет? Этот около из пяти будет стоить. Пять миллионов. Сейчас начали делать еще вот такие маленькие киоски более доступные, чтобы были для реализации. То есть ты можешь приобрести такой небольшой недорогой киоск, но ты также будешь в нашем сообществе на все фестивали также будешь попадать вот на то, что мы организовываем и места. И плюс очень достаточно удобно в принципе и красивый. Сейчас выйдем еще на улицу пару вагонов покажу. Вот получается данный вагон у нас уезжает в Узбекистан. У нас в Узбекистане порядка подставка 20 вагонов в разной комплектации. Это вот заготовки шлюзов. Вот они у нас и палаточные есть и он есть из композита. Также вот столы делаем чистой линии, барные столы. Вот этот проект для Blackstar Бургера разборный трак полностью. Он разбирается на маленькие части, в лифте поднимается в торговый центр наверх и внутри торгового центра обратно собирается сам вот эта приточно-вытяжная система, про которую мы говорили, полностью удаляет дым. Вот здесь разные вагоны клиентов наших. Вот это интересный проект. Это компания Baltica Carlsberg. Они у нас три вагона купили. Наверху dance площадка будет с девушками GoGo и DJ площадкой. Мы давно про это как бы хотели реализовать. Вот первая реализация в итоге с Baltica. Вот как выглядит вагон на пневмоподвеске. Он опускается полностью в ноль. Вот то есть если сравнить вот получается 12 квадратных метров, опускается в ноль с пульта и у нас вот отдельно стоит такой же на той стороне вагон поднятый. Красс и так. Насос высокого давления. Что такое GDI система? То есть есть моторы системы DE, когда впрыск идет непосредственно под клапан. То есть форсунка льет топливо под клапан и топливо в цилиндр попадает в момент когда открывается клапан. Здесь у тебя форсунка стоит вот видишь если ты посмотришь она просто стоит в головке и она смотрит уже на поршень то есть она льет топливо туда. Как туда налить топливо? Если мы будем его пытаться налить обычным насосом он создает 4 атмосферы давления. Компрессия мотора 14 что больше. Понятное дело она его будет выплевывать обратно. Поэтому для этого нужен насос высокого давления. Ставятся специально вот такие вот рампы вот они с датчиками давления. Сюда подается вот это когда уже соберется все здесь будут такие трубки большие. То есть насос который у тебя стоит в баке качает ТНВД ТНВД это давление повышает до 40-50 в зависимости от оборотов и уже такая форсунка высокого давления вот видишь вот эта форсунка высокого давления. То есть вот так она стоит в головке а вот это сопло непосредственно уже в самой камере сгорания. То есть она льет вот здесь. Вот эта форсунка уже рассчитана на давление 40-45 Слушай зрителям еще интересно будет мне это было интересно звонила мне если растачивают двигатель ставят ремонтные поршня объем двигателя и мощность увеличивается или нет? Конечно же нет. Если есть желание увеличить мотор увеличить его объем то есть это ставится спортивный коленвалы если он спортивный соответственно шейка у него будет больше. Делается короче шатун делается юбка шатуна меньше палец переносится выше то есть это дизельный мотор в принципе работает один и тот же колечки располагаются поближе если ты возьмешь любой спортивный мотор любого болида он будет практически очень маленький поршень будет очень маленький и ход будет очень большой все понимаешь прямо пропорционально связано чем форсирование мотор тем да он быстрее но тем менее надежный чем проще мотор тем он более надежный чем как бы тяжелее мотор тем он более тяговитый то есть нельзя конечно сравнивать GDI моторы и обычные моторы нельзя сравнивать компрессорные моторы и турбинные моторы атмосферники с цепями атмосферники с ремнями то есть это все разное Каждый мотор, он уникален, он рассчитан по какие-то свои, то есть, понятное дело, если поставить такой мотор, он есть на М, да, например, встречается, ну, представляешь, какая там пушка, да, то есть, там, с 408-ми кобылами, она на двух колесах, то есть, она там выстегивает там очень сильно, даже там джики взять, там, с 37-ми моторами на FX-ах, ну, там, есть машина другой, то есть, она едет, да, но когда ты садишься на джику, ты нажимаешь, и она тебя просто вот печатывает, понимаешь, то есть, два колеса нахутящее. Ну, и для QX80 205 тысяч, вот, да, пробег, это мало или это нормально пробег? Это, это мало, это мало, да, при условии, ну, все, ты не знаешь предысторию машины, если ты был ее единственным владельцем, да, и, как бы, ты там за ней следил, почему мы всегда говорим людям, там, люди приезжают, иногда говорят, ой, там, не хочу, там, то делать на то, и то делать на то, ты, ой, это не я придумал, не ты придумал, никто там из мастеров не придумал, то придумал завод-изготовитель, почему? Потому что они дают на это гарантии. Да, я согласен, там, хорошая свеча, там, она может, там, ходить, там, 100 тысяч, там, километров, там, и все остальное, но есть регламент ее замены, либо раз в два года, либо раз в 30 тысяч, независимо от того, хорошая она или нет. Это надо сделать по одной простой причине, если она не будет работать, у тебя не будет сгорания топлива, если на современных машинах, на большинстве, которые, вот, уже, там, выпущены, там, после 13-го года, и, там, и дальше, если у тебя загорается чех, машина начинает выключить все подряд, она начинает выключать форсунку для того, чтобы не смывать масло со стенок цилиндров, начинает загорять, там, всю ли гирлянду, там, АБСы, и проверьте трансмиссии, люди иногда просто звонят, говорят, у меня все горит, чем не делать, там. Я говорю, ну, вы приедете сначала, давайте посмотрим, а там уже дальше будем определять. Поэтому, прежде всего, соблюдать регламент, вот, сегодня приезжал человек на Ниссан Тиана, он единственный владелец, 186 тысяч, сейчас у него пробег, ну, и как-то мы с ним разговаривали, он говорит, я даже не думаю ее менять, если менять, то только на новую, для того, чтобы быть уверенным, говорит, я в ней ничего не делаю, кроме ТО, ну, колодок, там, дисков, ну, это, там, ходовка, это, естественно. А самый большой пробег на QX 80, кто-то встречал? Слушай, да, есть 437 было тысяч, вот сейчас в мотор, вон, стоит тоже, вишневый, там, 356, ну, там, вики, жармастер, там, два лифта на тысячу километров, вот, были по QX, наоборот, маленькие пробеги, но в большинстве случаев, как бы, вас не надо сказать, это были растянутые цепи, это были проблемы с контактом, это были чеки, и люди приезжали там со сторонними звуками, то есть, мы еще не на капиталке, но, не менее, там, где я, то есть, меняли цепи ГРМ, меняли эксцентрику, толкатели. Так, а на моем двигателе сейчас конкретно, что мы делаем? Получается, мы делим поршневую, поменяли, кольца поменяли, поменяли сальники клапанов, цепи. Цепи новые, натяжители новые, эксцентрик будет новый, это вот, вот эта часть, это вот, о чем я тебе начну рассказывать, вот это твой старый толкатель клапан, то есть, вот здесь вот, почему я рассказывал про ТНВД, стоит эксцентрик и стоит привод насоса ТНВД, насос качает, ну, как обычный шток, да, его качает вот этот клапан, толкатель, вот смотри, как выглядит твой толкатель, и как выглядит новый, оригинальный, как он должен выглядеть. У меня уже канавка, да? Найди разницу называется, да. Все предельно просто, то есть, он стоит вот так, ну, и, соответственно, то есть, когда он трется, да, ну, ты понял, то есть, он вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Запчасти все оригинальные, да? Однозначно, эти запчасти ставятся только оригинальные, по одной простой причине, этот мотор, во-первых, не так популярен, не так же потребен, нету на них не оригинальных запчастей, но, во всяком случае, мы их не видели. На двигателе? Да, на двигателе. Ну, и, опять же, так как мы делаем мотор полностью, то есть, мы даем гарантию. А сколько гарантии? 20 тысяч, либо год, в зависимости от того, что наступит раньше. Вот, ну, хочется быть уверенным, что ты ездить будешь, и все будет нормально, потому что очень гигантская работа, можем пойти к машине, сейчас ты посмотришь, просто, насколько машина появилась на улице. Пойдем к машине. Знакомились с Рафаэлем. Рафаэль рассказал о том, чем он занимался, откуда он приехал, каким бизнесом сейчас занимается. Провел экскурсию по своему производству, рассказал, сколько у него работает людей, рассказал о том, что они производят. У Рафаэля на производстве есть фуд-траки, да, еда, у него есть дом на колесах, ну, разного типа, но у него нету здесь на базе баня на колесах. И сейчас мы едем в другое место, он нам покажет именно баню на колесах. Приехали к Рафаэлю в гости, у него, значит, дома стоит баня специально, да? Ну, пока карантин, да, и мы баньку привезли сюда. Очень удобно в рамках расширения площади дома. Вот здесь получается баня, она на пневмоподвеске, 21 квадратный метр. Здесь такие окна, она отдельно тоже открывается. Здесь получается у нас управление пневмоподвеской. Ты здесь нажал, поднимется сейчас? Ну, мне надо ее подключать, я на этот период пока здесь, чтобы не угнали. Ну, я шучу, я просто ее отключил. Она так у нас поднимается и здесь пневма, и здесь тоже пневма. Она опускается больше для устойчивости, такой, для определенного чувства комфорта, когда паришься, чтобы она не дать. Хотя у нас и на подъемной части тоже там специальные домкраты ставятся. Там большие баки, здесь тоже вот бак, это все баки чистой воды, 400 литров. Здесь система отопления, именно обогрева воды. Тут очень такая замудренная система водоснабжения. Здесь у нас второе дыхание окошко, оно снутри открывается. Еще дополнительно окошко, и вот сама баня можем пройти, покажу. Здесь получается у нас амбарное дерево, это 70 лет ему, так вот обшили для красоты. Там у нас вот баки, здесь голосовое управление через Алису. Допустим, Алиса, выключи свет. Выключи. Алиса, включи, допустим, режим парения Антона. Она включит режим парения, как ты любишь, с влажностью, и как ты любишь с температурой. У нас там есть отдельно парогенератор, сейчас я покажу. Алиса, включи свет. Вот здесь вот получается экран. Опа. Ты, если сидишь, ты можешь шторками закрыться или просто выключить. Очень удобно, чтобы не двигать. И плюс у нас отдельно здесь стоит проектор. И если в рекламных целях, мы сюда проектируем, и с той стороны видно, как полноценный экран. Телевизор получается. Здесь у нас получается отдельно кровать. То есть, этот стол убирается, если надо, полностью. Вот так вот раскладывается все это дело. Опускается, и это получается полноценная кровать. Стол здесь может полностью убраться, или сюда может наложиться стол для процедур массажных. Комплектация может быть любая, в принципе, внутри. Это один из вариантов того, как можно сделать. Здесь получается умывальник, плита. Ну, банька получается на дровах. А кто разработчик всего вот этого, все это концепция? Вот Алиса подключила, допустим, да? Кровать, дерево с выдержкой. Вот вообще, кто это все изобретал, придумал? Артур. Артур? Да, руководитель проекта этого всего, Артур. Он идеями подходит. Давай сделаем, вот внедрим Алису умное управление. Мы его еще здесь, да, не довнедрили. Здесь получается, сейчас я покажу. Вот это Алиса управление и теплые полы, и вот включение парения и так далее. Это вот щиток просто на баню. Это вот так, как мы для себя делали, мы так в общем делали. Здесь еще вот сейчас будем дорабатывать. Вот оно здесь управление идет. Тут и теплые полы, и парная показана, температура, все. И это все можно. Влажность показана. Сколько такая баня стоит? Это у нас где-то под 5 тоже миллионов ухватит. Вот сама банька. Здесь и теплые полки, теплый пол, теплый потолок, парогенератор, печка. Это мультирежимная печка Гурман. Это тоже очень уникальная печь. Она сама вот только 1500 стоит. Здесь получается, заливаешь сюда, получается чистый пар. Заливаешь сюда, получается серый пар. Вот он. И такой вот легкий сейчас будет пар именно с этой. А здесь получается мы закрываем заслонку, открываем. И можем залить, получится серый пар. Серый пар это вот как баня по черному. Баня по черному, это когда дым проходит здесь, все грязное. Ты потом отмываешь на такой аромат именно бани. А здесь получается этот же дым, он проходит через камни, выходит через трубу. Грязи нет. А ощущение очень хорошее. Плюс ты здесь заварил какую-нибудь траву, сюда я положил на парогенератор и идет. А сзади это соляная стенка что ли? Это стеклянная стена, она подсвечивается и очень красиво смотрится в итоге. Здесь второе дыхание. Для детей очень удобно ложаться. Они быстро обычно устают, дышат и могут намного дольше находиться. Звездное небо. И здесь уже пошли душ. Душ, раковина, лейка и так далее. Веник завариваешь, умываешься. Ну, дроватор сидишь, у тебя как камин он работает и там обогревается. Уникальность вот этого проекта, помимо того, что да, ты можешь там его таскать, мы его, допустим, в дому правительства гоняли и там вот в баню ходили. Это с Эриком Давидовичем, он Емельяненко, там интервью, бра. Вот уникальность, получается, вот если вот ты живешь вот в Танхаусе, да? Вот допустим, вот соседний Танхаус. У него сзади маленький участок, баню ты никак не поставишь. Это транспортное средство. Ты его пригнал, вот я его подключил к электричеству. У тебя плюс 21 квадратный метр. Тебе не надо на него делать какое-то разрешение дополнительное на строительство или еще что-то. Воду тоже очень легко подключил и пользуешься вот там, дополнить территорию. Но в нашем случае удобно еще там с видом на озеро. Ты выбегаешь после парилки, ныряешь там. Здесь вот там лейку можно поставить, облиться. В этом плане очень так досталось и интересное решение в рамках ограниченного пространства у тебя там. Или просто ты не хочешь там ничего себе достраивать. Но это же тоже пыль или что-то. Это получается, что тебя где-то сделали, просто привезли и поставили. Очень классно, куда-нибудь на мероприятия, да, на какие-нибудь? Вот он сейчас у нас поедет на Open Village через недельку вроде уже. Сделать вот такую вот манипуляцию, разобрать весь перец, да, то есть там помоемся радиатор и все. Можешь ресталлинг делать. Либо второй вариант, это отрывать кузов от рамы, ну и соответственно заниматься уже мотором, когда он будет висеть только на рамках. Поэтому я еще и говорю, тут гигантская работа, это, ну, многие говорят. Многим интересно, сколько такая работа будет стоить? Сколько такая работа будет стоить? Мы с тобой давно знакомы, я уже говорил, что наша работа будет стоить 80 тысяч, остальное это там части. Но обычно бюджет ремонта этого мотора около 250 тысяч рублей. Понятно. Потому что росточка, росточка 8-цилиндрового мотора это не так дешево. Резина до сих пор зимняя, полная стоит, не успел заменить. Ну как раз зиме отдадим. Зиме не надо. Расскажи, пожалуйста, как кризис 2020 отразился на вашем бизнесе? Ну, вначале у нас был пожар. Как только мы разгребли текущие моменты по пожару, у нас началась пандемия. Нам официально разрешили работать, так как мы все-таки делаем товары, мы против ковидные делали, автолавки именно со шлюзами, куда вставляешь продукт, он обрабатывает. Но мы до сих пор их делаем с бесконтактной оплатой и без контакта человека вообще. То есть на свежем воздухе меньше передается по определенным данным вирус. И мы делаем шлюзы санитарные, то есть нам официально разрешили работать. Это уже хорошо было. А потом у нас очень сильно пошли вторые продажи. Потому что наши ребята, те, которые у нас купили футраки давным-давно и работают, они говорят, этот карантин, вообще мы уже не знаем, мы сейчас будем писать письмо на президента, чтобы нам продлили до конца года его, как минимум, таких выручек мы не видели. У нас пошли вторые продажи. За счет этого увеличилась выручка, вон мы даже чуть-чуть подросли. Вот. Так что все хорошо у нас по кризису. Это разработанная нефтяная качалка. Про то, что я рассказывал на 14 тонн, 4 метра длина, на 6 ходов в минуту. И станцию управления мы разработали, и все. И вот сейчас будем ее испытывать. Но это пока прототип, так уж, в общем, рассказываю. Здесь у нас офисное здание, переговорное и так далее. Как у вас продажи работают? Где вы продаете? Мы генерируем входящий трафик. Так вот у нас директор по международным продажам, Илья. Здорово, Илья. Отвечает за все международные продажи. Вот контейнерные бани строятся. Тут это вот, да? Да. Международный рынок вообще, что им интересно, что они покупают? Ну, у них рынок-то более развит, чем у нас. У них давно уже футраки в Америке, только в одном Нью-Йорке зарегистрировано в 6000 футраках. А там все, в общем, там более 30 тысяч вроде. В Америку мы только там планируем поставлять. А в Европе рынок давно работает, и мы просто конкурируем с ценой и качеством там. Пытаемся представить наш продукт. У нас другой дизайн, у нас другие технологии производства, и сегодняшний рубль нам только подталкивает продавать нас за рубеж. Мы там очень конкурентно выглядим. А кто придумал полукруглую сферу форму? Да, на коленке придумал опись. Примерно видели, вот в Америке делают аэрстримы, потом там мне брат говорит, а давай пары наискосяк поставим. Давай, я видел в женевском автосалоне, чтобы они были выпуклые, давай выпуклые сделаем. И вот как-то он так получился. За рубеж мы поставляем в Норвегию, в Германии мы открыли представительство. Сейчас у нас там тоже один тракт, в Чехии мы открыли СП, в Иране у нас работает достаточно большое количество. И в Дубае мы поставляем, ну а также Болгарию, Молдове и все страны СНГ. Ну давай на завершение, значит, твои пожелания молодым подрастающим поколениям, предпринимательским. Мне в детстве папа говорил, если сильно захотеть, можно в космос улететь. Вот если сильно чего-то захотеть, этого можно добиться. Там 10 лет где-то надо работать без остановки, без понятной перспективы, что это получится. Через лет 10 даже может какие-то деньги начнешь зарабатывать. И потихоньку оно как такой маховик начинает потом уже разворачиваться. Вот я советую, чего им желать и к этому упорно идти. Да, если одна капелька будет бить несколько лет в одну точку в камушек, то в камушке образуется канавка. Так же и вы, если будете бить в одну точку, бить, 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 с этого что-то получится. Пробуйте, чаще ошибайтесь, двигаемся дальше. Под конец выпуска бывают такие моменты, когда хочется все бросить и уйти вообще работать в найм. Когда включаешь тормоза, когда устал, когда силы кончились, ты уже все выдохся. Вот как раз в этот момент надо газовать, нажимать на педаль газа и топить тапок в пол. Вот именно в этот момент должно все стрельнуть. Ребята, всем энергии, позитива, отличного настроения. Поехали. Поехали.